О том, как отмечали День Победы до 1980 года, почему памятник поставили на краю обрыва, а не перед Домом культуры, как планировалось, чей образ использовался для фигуры матери и кто организовал весь процесс создания и установки композиции в нашем спецрепортаже. Это сейчас огонь на братской могиле раненых, умерших в госпиталях Чебоксар в годы войны, похороненных на кладбище по улице Богдана Хмельницкого, зажигают лишь в канун 9 мая, а раньше он горел постоянно. Именно здесь, на маленькой площадке, проводили памятные мероприятия. Надо заметить, в послевоенный год они были не очень торжественными и многолюдными. Но в начале 70-х, когда День Победы превратился поистине во всенародный праздник, с торжественным прохождением ветеранов, гарнизона, юно-армейцев, стало ясно, Чебоксарам нужен настоящий памятник. Заказать его решили московскому скульптру Давиду Народицкому. Народицкий даже набросал эскиз. Перед дворцом культуры текстильщиков 25-метровая композиция. Женщина склонилась над раненым солдатом и держит его голову на своих коленях. Но чуваши решили, что не стоит трактовать образ столь буквально. К тому же вспомнили, что Народицкий уже создал для Чебоксар памятник Ивану Яковлеву. И неплохо было бы разнообразить стилистику. В общем, разработку композиции поручили скульптору Александру Щербакову. Кто же москвич, он отнесся к делу со всей серьезностью. Затребовала модель в настоящем чувашском костюме. Из Чебоксар командировали актрису у театра Анфису Смелову. Целую неделю она простояла в мастерской в наряде, который собрали по музеям и костюмерным. В Сурбане, например, Анфиса Ивановна выходила на сцену более 20 лет. Дочь Александра Щербакова вспоминала. Ну, она очень добросовестно работала. Прямо стала как памятник. Я говорю, можно прям так отформовать и готовый памятник. Очень. Ну, чувствовала, что она все-таки артистка и умеет себя подать. Принимать эскиз в Глине в Москву отправилась целая делегация партийных и советских работников. Памятник всем понравился. Вы знаете, честно скажу, у меня слез потекли в память тех людей, которые погибли не только республика, вся страна практически, сколько людей погибло. И поэтому у меня чувство такое было внутреннее, ну, человеческое чувство. После того, как эскиз утвердили, его отправили в Ленинград на отливку. Одновременно в Чебоксарах закипела работа по обустройству площадки под памятник. Архитектор Захаров, едва увидев Косогор, решил, монумент должен стоять здесь и только здесь, чтобы его видели не только жители города, но и все проплывающие по Олге. Очень много было работы, потому что вы посмотрите, там откос какой. И надо было выровнять на уровне Ивана Фаранкова, надо было выровнять полностью вот эту площадь, огромную площадь. И поэтому нам приходилось работать и днем, и ночью с водителями, везти песок. Я не знаю, сколько тысяч тонн сюда песка навезли, поскольку вот выровнять вот это расстояние, да еще холм надо было делать. Когда приехали архитекторы и скульпторы сюда, они однозначно сказали, только здесь. Но в то же время здесь, чтобы был откос, все-таки вы видите, земля ползет чуть-чуть, чтобы такого откоса не было для кургана, сваи, 12 свай, до сих пор помню, 24-метровые, вот стоит памятник вот на этих сваях. Сваи, поскольку вбиты очень далеко, я думаю, что памятник долго будет стоять, 35 лет простоял, я думаю, что еще все 100 лет будет стоять этот монумент. Торжественное открытие памятника и вечного огня состоялось 9 мая 1980 года. Это была последняя работа скульптора Александра Щербакова. Спустя месяц он ушел из жизни, а монумент славы остался, в том числе и в память об авторе, талантливом человеке и участнике Великой Отечественной войны. Елена Гальперина, Расиль Мухаммедов, Республика.